Ребят, всем привет! Всем привет! У нас сегодня видео обзорчик супер-мупер нового песка от Лепы. Да, такой классный! Он нам только сегодня пришел. Дети, как это сказать, в нетерплячке, в нетерпеже, чтобы поскорее его раскрыть. В нетерпении. Правильно, чтобы раскрыть его и попробовать. Покажу. Вот мы заказали вот такие цвета. Все разные. Вот так выглядит песочек. Песок называется зефир. Мы подготовили специально для обзора, для тестирования. Нам самим очень интересно, потому что на сайте мы читали об его качествах. Уникальнейшие качества песка. Песок Лепы вообще нашей семье нравится. Он у нас прижился. Мы время от времени пробуем новинки их. У них новинки постоянно появляются. Значит, мы подготовили водичку. Подготовили у нас емкости вот такие. Ну, кому какая досталась, да? Для того, чтобы играть песочком. Подготовили. Вот дети у нас пользуются вот такими обычными пасочками, чтобы им играть ножиками разными, в общем. И сейчас мы разберем по цветам песочек. Кто какой хочет. Я белый. Я желтый. Так, Анюточка белый. Я желтый. Фиолетовый ты хочешь? Да, я оранжевый. Давай тогда бери оранжевый. А ты желтый. Ну, и маме останется розовый мама возьмет. Или салатовый. Вот мне салатовый нравится. Все, мама возьмет салатовый. Раскрываете его. И говорите первые свои ощущения. Возьмите его в руки, попробуйте, что скажете. Вот они впервые вообще его трогают. Какой он? Вообще, как пирог такой. Ребята, по консистенции, как будто зефир действительно. Вот как зефир. Пахнет, как зефир. Зефир, зефир. Я пробовала. Помнишь зефир, да, мы делали? Ребят, его свойства, первое из его свойств, это он сразу увеличится в объеме в два раза. То есть, вы помните, была вот такая коробочка. Покажи, Паша, сколько песка сразу стало. А вот стало вот столько песка. То есть, он сразу увеличится за счет насыщения воздухом. Ну, свойство вот такое, когда он мягенький становится, его становится как будто много. Еще как спадает. Второе его свойство, давайте покажем, как он течет. То есть, он сыпется, как и обычный песочек. Смотрите, сыпется. Как обычный песочек. Вот как тот, да, тает, как бы сыпется. Спадает? Еще его одно свойство, от которого мы прочитали. Кто мячик сделает, попробует стукнуть об стол? Он, у него свойство нютовской жидкости. Сашенька, а ну пока покажи. Он прыгает. А ну, покажи еще раз. Вот так вот. Из него можно делать мячик. Ого, это ты слишком большой мяч сделал. Короче, попрыгуны у вас. Не ломается. Не ломается, да. Он становится упругим при давлении на него. То есть, как нютовская жидкость. И у него еще уникальные свойства, для чего мы подготовили воду. Ребята, делайте формочки и покажем, что умеет этот песок. А можно тебе корабль сделать? Давай. Я такой корабль попробую сделать. Это самолет, корабль у тебя будет. Ну, давайте, делайте какие-то формочки. Ну, вот, первая игрушка готова. Немножко мы его запачкали предыдущим нашим песком. Формочка была пачкана, но это ничего страшного. Ну, давай покажем еще об его одном свойстве. Этот песок умеет плавать. Вот он плавает. Можно кораблики из него делать. Поигрался, поигрался. Он, видите, не расстает в воде. Потом вытащил. Влага вся с него ушла. Он как будто пенопластом становится. Вообще прикольно. Обсушил. Не смешивай его. Обсуши его. И все. Как дольше. Это потолще, да? Да, потолще, конечно, сделала. Ты слишком большой парус сделала. Вот у Темы сейчас будет плавать самолет. Не, я не плаваю. Плавать-плавать. Он просто слишком толстый и дотрагивается до дна за счет своего массы. Вот этот дотрагивается. Ну да, значит, там толще может. А вот я буквально 5 минут назад сделала шарик. Он формы своей не теряет. Он очень легкий. Ну, это как будто пушинка такой. Когда его сдавливаешь, песок, он такой упругий становится. Как будто вот пенопластовый шарик. Знаете, вот такой там, не полости, ничего. И вот он также держит форму. Может так часами лежать, держать форму. Кстати, вот это его еще одно свойство, что можно наделать кирпичиков и сделать разноцветное здание. И кирпичики между собой не перемешиваются. Анюта сделала кораблик. Видите, форму он не теряет. Покажи, Анечка. Вот он упругий. Вот так он и может часами стоять. Дай-ка поставлю его. Вот можно поставить вот такой кораблик. Можно делать из него фигурки. И вот он будет часами вот так стоять, не теряя форму. Представляете, какое свойство? Кстати, этот песок можно еще запекать в духовке. Делать, я так поняла, фигурки, которые будут у вас долго. Ай, 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 ай. Давай подделай, там трещинка была. Вот так его можно как пирог резать. Вот вы хотите нарезать пирог гостям. Вот кусочек пирога. Угощайтесь на здоровье. Он вообще такой необычный. Он такой как зефир. На самом деле, такой же. Ты так же видишь, как он расползается. Такой необычный вообще. Действительно необычный этот. Он не липнет вообще к рукам. Он как сухой. А ну давай свою лодочку запускай. Давай-давай, так прям запускай. Смотри, как твоя лодочка плавает. Отлично твоя лодочка плавает. Умничка. Анюта немножко передела. Говорит, я сделаю немножко другой бумажный кораблик. Ну давай, запускай свой кораблик. Уже все запустили. Красота. Вот я сделала такие кирпичики импровизированные на быструю руку. Во-первых, он не пачкает стол. Он не рассыпается в крошку. Вот как сформировали, так и это. Во-вторых, цвета между собой не соединяются. Видите? Раз. Я убрала кирпичики. Можно его разложить. Таким образом можно делать фигурку. Тело делать одним цветом. Лапки другим цветом. Видите? То есть он это. А шарик до сих пор лежит. Так он свою форму не утратил. У Тимофея поезд едет. Здорово. Слушай, вот так вот формочек побольше купить вот таких. И можно вообще такую фантазию проявить. Да, такой, как бы мячик стоящий. Они вообще в наслаждении от этого зефира. Говорят, оно как зефир. Ну прям как зефир. Что это такое? Кирпичик будет стоять. А теперь как вытянут его? Как его выбить на кирпичик этот? Сейчас выбью. Ну-ну. Кирпич-то сделал. А выбить его. Надо поднять, наверное, и постучать. Вытрахивай. Не бей его об этом. Ты его обратно забиваешь. А вытрахивай его как. О, вытрянул? Посмотрите, какой идеальный кирпич Паша сделал. Вообще класс. Вот таких понастроить. Можно здание целое строить. Ну что, ребят, поделитесь по очереди. Кто что думает о данном песке? Не зря мы его заказали? Да. Ну, кто что думает? Он вообще как бы зефир не так нравится. Он не держит свою форму. И мне это, как бы, я получаю наслаждение от него. Вот. Сашулька, а тебе песочек нравится? Да. Нравится? Когда мне считается, то это рассыпается. Рассыпается, да он? Ну, в общем, Сашульке песочек тоже понравился. Темка, что ты скажешь? Чем тебе понравился песок? Что он так, он держит свою форму. И его только можно руками поломать. А сам он может так очень долго стоять. Тебе это качество его понравилось? Здорово. А тебе? А мне понравилось то, что можно строить там стены разные. Можно их держать в руках, и они не будут поломаться. Классно. В общем, ребята, песок очень классный. Надеемся, что вам обзорчик тоже пригодился. Песок стоит внимания, я честно скажу. Вот видите, вот как лежала форма, так и держится. Необычный на ощупь. Не пачкает столы, не пачкает руки. Очень много имеет прикольных свойств. Большая цветовая гамма у песочка. В общем, всем пока. Надеемся, что обзорчик был полезным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok